здравствуйте дорогие друзья я вас рад приветствовать на своем канале хобби моделинг я хочу анонсировать сборку модели европейского трамвая вот пожалуйста от компании миниард масштабе один 35 долго я смотрел на эту модель долго я облизывался на нее это один из тех проектов которые я собираюсь реализовывать напомню что у меня еще проекты коалиция миг 21 профи пак от эдуарда и буханка надеюсь я все это успею главное не забыть еще и про титаник потому что этот проект мой самый тяжелый самый интересный ну не знаю я думаю что коробка от меня рта ведь какая она здоровая толстая здесь около 900 деталей практически столько же сколько в титанике здесь целая диорама столбы потоком есть люди я попробую все это сделать я диорам никогда не делал делать ее первый раз но модель трамвая меня очень захватила она очень интересная так что давайте мы начнем работу по этой модели да и еще трамвай мне соответственно спонсировала компании им хобби вот за за что и большое спасибо роману походину и когда я его забирал он мне сказал что тебе пригодятся вот такие вот кусачки это кусачки томия с очень тонкими губками это самая дорогая модель которая у него была она стоит две с половиной тысячи вот он мне ее за спонсировал чтобы я отделял очень тонкие детали с этой модели потому что там действительно очень тонкие детали слишком много питателей и поэтому срезать на таких надо очень аккуратно я думаю что вот эти кусачки как раз мне будут самый раз это томия спасибо роману еще раз вот так что давайте открываем коробку смотрим что в ней и приступаем к сборке надеюсь она вам будет интересно и вы будете за ней следить ну что друзья давайте приступим посмотрим что находится там внутри это волшебной коробочки посмотрев этот журнал и пообщавшись с ромой мы вместе решили так что вот этот цвет он уже всем надоел вся бронетехника в нем находится этот цвет ну он слишком напрашивается для того чтобы собирать две сборки уже по этой модели было именно вот в таком цвете значит выбор у меня оставался между синим и красным мы выбрали красный вот такой вот с таким вот бежевым верхним цветом я думаю это будет смотреться интересно и сама инструкция здесь достаточно обширная литников уйма даже не буду смотреть и расстраиваться такого количества может радоваться не знаю инструкция вроде понятная вот в конце здесь плакаты насколько я вижу реклама это все устанавливается на модель ну и соответственно краски краски данные вам амиги хамбролли мистер колор в олеха таме и здесь нет я вот некоторые модели танические аналоги уже подобрал не будет таме и да кстати вот еще вариации не будет таме и значит буду гензу искать так ну и соответственно вот все эти литники упакованы в одну вот вся эта масса литников это просто какой-то кошмар даже смотря на эту кучу уже становится страшно ну и где-то там внутри находится декали обзор я делать по этой модели скорее всего не буду вот весь обзор который я сделал потому что обзоры уже есть смысл повторяться я никакого не вижу тут непотребное количество литников даже страшно его открывать я просто боишься сейчас открою все это и у меня это они там очень тонкие детали они могут мне просто поломаться все поэтому что мы сделаем сначала для того чтобы быстро уменьшить количество литников чтоб тут было поменьше я наверно сначала соберу фигурки не буду их красить отложу их и после этого примусь за сам трамвай думаю так будет правильно знаете я даже распаковывать его наверное не буду вот фигурки у нас находится вот здесь наверху вытащим отдельным литником вот а все остальное я просто отложу вот именно в таком виде в котором она есть что собирай фигурки что не собирай количество литников от этого меньше не стало очень неудобно расположены питатели они прямо такое ощущение кого-то интегрированная модель слишком близко находится поэтому срезать их надо с большой осторожностью пластик достаточно мягкий не ломки главное правильно угадать конфигурацию питателя иначе срежешь его вместе с самой деталью поэтому прежде чем что-то отрезать проверьте несколько раз то ли вы отрезаете теперь более тонкая зачистка ножом старайтесь не срезать конфигурацию самой модели изгибы складки пытайтесь избавиться только от самого питателя потом все эти неровности которые вы делали ножом можно удалить или загладить при помощи томеевского клея вот большому счету от одного питателя мы избавились теперь снимаем швы от пресс-форм аккуратненько так а вот здесь рука здесь можно принципе погрубее сделать потому что здесь все равно будет рука это не особо сильно важно главное вот тут складочку аккуратненько обработать чтобы ее не срезать вот такие вещи вот видите конфигурация плаща что плащ не срезать вот здесь вот у нас питатель его надо отсюда выкварить такие вещи мы будем делать стамесками и потихонечку стамесками снимаем нож здесь бесполезен потому что он только повредит сам пластик стамесочка на аккуратненько зачистим плащ вот таким образом мы зачистили от питателя фигурки это особый вид моделизма в котором спешка очень опасно и очень критично вот мы полностью избавили от артефактов избавили плащ с куском руки друзья я это показываю на примере одной модели другие фигурки я буду собирать за кадром потому что операции эти однообразные ну одну фигурку я должен был показать вам обязательно аккуратненько выскребываем по складочкам для того чтобы эти складки не срезать случайно чтобы они остались иначе фигурка станет гладкой не рельефный не интересный может быть я и начал трамвай не с того места но все-таки все равно это пришлось бы делать я еще раз говорю я это делал для того чтобы уменьшить количество литников которые там есть коробки вы видели какое там огромное количество мы сделаем фигурки и сразу уберем их старайтесь срезать по рельефу и вот так вот ровно а именно потому как идет рельеф наискось тогда у вас срез питателя не будет заметен после того как я приклею я вам покажу как я избавляюсь от швов вот таких вот которые не должны здесь быть плави должен казаться литым ну что друзья вот мы собрали фигурку пассажира который спешит на трамвай детализация очень хорошая очень высокая единственным придется потрудиться и избавиться от питателей при помощи не только ножа ну и вот таких вот приблизительным приспособлений но у меня стамески сейчас он повысок немножечко и я покажу как я заделываю вот эти вот нехорошие швы которые у нас образовались при склейке вот этот шов вот этот шов здесь где шея и и вот этот шов я приготовил себе вот такой вот состав это клей какой-то старый клей не помню уже какой их несколько видов здесь разных я слился в одну баночку остатки клеев клеев и побросал туда куски литников то что у меня осталось вот эти литниковые рамки и у меня получился получился вот такой вот жидкий пластик сейчас мы просто берем зубную зубочистку и вот посмотрите как это убирается мы берем немножечко нашего вот этого состава вот он на зубочистке и промазываем здесь шов смотрите он затягивается шов у нас затянулся и после того как он высохнет это все превратится в литой пластик как будто бы там ничего не было очень хороший метод и в любом моделизме в авиации вот это не важно посмотрите шва нет вообще как будто его там и никогда и не было но и так же с рукой поступим берем наш жидкий пластик на основе литников это у меня восточ куски восточного экспрессора так заливаем вон туда прямо вот раз я даже много не беру и вот так вот замазываем даже не замазываем а просто такую с горочкой немножечко делаем накладываем туда вот этого состава он у нас полностью сливается с пластика модели лечит швы высыхает и превращается в структуру самой модели ну вот посмотрите где этот шов его просто нет такое ощущение как будто рука цель не летая сила и а а и и и и и и и и теперь посмотрите друзья как будто бы ничего и не было как будто голова цель на летая с корпусом да друзья есть еще один интересный момент если вы где-то поцарапали пластик или вам надо сгладить на модели я имею на людях я имею на фигурках то вы можете просто взять клей макнуть его и сгладить те места которые вам нужны вот ухо у меня было в облое я на него нанес немножко клей и ухо стало у меня прекрасным ухом гладким и интересно и также здесь чтоб ладонь была гладкая не было заусенц на пальцах руках мы просто обмазываем клеем пальцы у нас очень красивая получается ровная ладонь в общем как то вот так так что если где-то вам не нравится вы просто дайте туда немножечко клея и все это у вас сгладится все равно все это будет закрашиваться не будет так плестеть я просто убираю следы где я проходил ножом и у меня пластик очень хорошо сглаживается зато вы таким образом сохраняете рельефность у меня такой получился мастер-класс по удалению облое удаление питателей с фигурки и как мы ее приводим в порядок перед покраской единственная просьба не ткните пальцем раньше времени иначе оставить отпечаток потому что по большому счету модель такая достаточно мягкая становится от клея ну я думаю что на этом все вот мы заделали все швы у у нас модель получилась цельная как будто бы она летая мы просто залили жидким пластиком тем который мы приготовили точно в таком же ключе я соберу другие модели и потом покажу их вам итак друзья я собрал все фигурки я сделал это за кадром потому что не видел смысла показывать все это на камеру я показал один вариант как это делал я и что из этого получилось значит мое мнение об этих фигурках облоя достаточно следят пресс-форм тоже достаточно много их приходилось выковыривать из одежды зашкуривать соединение стыковка сходимость в принципе неплохая но остаются большие щели и эти щели мне пришлось заливать жидким пластиком смешанным с клеем как я вот я вам показывал по большому счету детализация очень хорошего фигур но вот единственный минус это конечно очень долгая кропотливая обработка что касаемо окраски окраску я произведу в конце фильма после трамвая потому что это отдельная история это отдельная техника и мне к ней надо подготовиться окраску я планирую сделать детализировано поэтому хочется чтобы и краски были хорошие и кисти я приобрету те которые мне нужны просто мне на это нужно время вот и еще раз говорю я это сделал только для того чтобы уменьшить количество литников изначально сейчас я все это отложил до конца сборки трамвая спасибо что вы были со мной следите за моей стройкой это такое необычное начало трамвая но так как здесь есть кроме трамвая еще и диорама и люди я хотел показать изначально как я это делаю собрал практически все элементы кроме столбов это я сделаю тоже в конце так что увидимся до скорых встреч да и обязательно пожалуйста напишите комментарии по поводу всего этого и что вы об этом думаете ну как всегда ваша помощь очень неоценима а